На таком высоком уровне эту стратегию развития Кубани обсуждают впервые. Над ее созданием работали в течение всего года. По сути, это экономическая конституция Краснодарского края, придерживаться которой будут до 2030 года. По прогнозам специалистов, к этому сроку в Краснодарском крае будут жить уже больше 6 миллионов человек. Почти половина из них будет занята в экономике региона. При этом зарплата кубанцев вырастет как минимум на 80%. Все это не просто красивая картина будущего, а вполне реалистичные амбиции, считают краевые власти. Каждый такой пункт прописан в проекте «Стратегии развития». Сегодня его представили на суд российских и иностранных экспертов. Лично с ним ознакомился даже Алексей Кудрин, председатель Совета Центра стратегических разработок. Новый экономический документ принципиально отличается от предыдущего, по которому сегодня живет край. За последние пару лет экономика региона полностью изменилась, и нам приходилось перестраиваться на ходу. Чтобы обеспечить достойный уровень жизни, нам нужно, чтобы рост экономики в год был как минимум на уровне 4%. Рост ВРП должен быть увеличен как минимум в два раза. Сегодня это кажется запредельным, а нам некуда деваться. Объем промышленной продукции тоже должен быть увеличен как минимум в два раза. Производительные силы должны быть как минимум в два с половиной раза. Конечно, мы ставим абициозную цифру, и бюджет края должен быть около 600 миллиардов, и тоже не менее. И сегодня, я уверен, мы будем обсуждать ту стратегию, которая отвечает общероссийским тенденциям, которая отвечает сегодняшнему федеральному законодательству, которая отвечает реальности сегодняшней жизни, реальности сегодняшней экономики, которая отвечает запросам жителей края и бизнеса. К созданию стратегии развития края были привлечены десятки экспертов, в том числе и специалисты Леонтьевского центра. На каждом этапе документы вносили на публичное обсуждение во всех районах Кубани. Их, кстати, поделили на семь экономических зон, в зависимости от месторасположения и потенциала каждого муниципалитета. Так, например, в северной части региона более развито сельское хозяйство, а на побережье – туризм. Все это и отражает проект стратегии. Собственно говоря, по тем экономическим, социальным показателям, которые там будут определены, будем в дальнейшем строить свою деятельность в рамках разработки и утверждения государственных программ. Ну и, соответственно, будем, безусловно, сверять с этим документом свою работу в рамках формирования и исполнения бюджета. Закон о стратегическом планировании в нашей стране приняли три года назад. Но создание такого плана действий в регионах сегодня даже больше требования времени. И, по мнению Алексея Кудрина, не случайно в центре внимания экспертов сегодня именно проект стратегии развития Кубани. У Краснодарского края есть хороший потенциал. Есть действительно те точки, которые можно сделать точками роста, нарастить возможности. Вообще, мы в сравнении с другими регионами видим Краснодарский край, как вообще одну, я бы сказал, в десятку входит регионов, которые могут иметь переезжающие даже по сравнению со средним этапом роста развития. И вот этот потенциал нам нужно поднять. Мы сегодня привыкли к тем флагманам экономики, которые уже есть. Агропромышленный комплекс, курорты, транспортная составляющая, безусловно. Но я бы хотел акцентировать внимание на промышленность. Сегодня промышленность тоже может быть в Краснодарском крае очень активная. И мы сегодня, конечно, думаем над увеличением объемов промышленной продукции. И она должна быть, эти объемы, как минимум в два раза увеличены. Только потому, если мы говорим, что сегодня мы должны максимально разогнаться. И вот это наше видение. В концепции тоже отражен промышленный стартап такой. И это очень важно, потому что сегодня нужно не только смотреть на Кубань, как на жительницу страны. Безусловно, она такой и останется. Но есть достаточно тех отраслей экономики, которые у нас где-то в тени. Вот я думаю, что настало время их выводить из тени. Настало время их делать пусть не выше, но где-то наравне с агропромышленным комплексом. С современным агропромышленным комплексом. Чтобы выполнить эту задачу, к проектам промышленности собираются привлекать еще большее внимание инвесторов. Через новые мобильные приложения для них весь потенциал края будет как на ладони. Требуем от стратегов, от тех, кто разрабатывает эту стратегию, чтобы этот документ был переложен в мобильное приложение или в более понятное мультимедийное приложение. Для того, чтобы любой из инвесторов мог через сайт, через мобильное приложение, в более удобном, понятном, быстром и современном способом мог посмотреть, какие возможности есть в регионе, куда можно более качественно и эффективно вложить свои финансовые средства, где какие трудовые ресурсы, где какие производительные силы, где какие природные, полезные, минеральные и так далее ископаемые. В приоритете останется и традиционная отрасль, агропромышленный комплекс. Он должен превратиться в кластер с глубокой и умной переработкой сырья. И в первую очередь речь о пищевых линиях. Но новые решения требуют и другие направления. И одно из важных направлений, это, конечно, стратегия. Это связь науки и производства. Инновационные подходы селекции, семеноводства здесь развиваются большими темпами, но недостаточно. Мы сегодня должны получать от науки те задачи, те ресурсы, которые необходимы для будущего развития, создания новых, современных, экономически выгодных технологий, для того, чтобы в будущем агропромышленный комплекс показывал уверенный рост. Реализовав все планы, Краснодарский край вполне может войти в пятерку лучших регионов страны по всем показателям. Но самое главное, все это отразится на благополучии жителей. Мария Крошина, Денис Москаленко, Кубань, 24, Санкт-Петербург.